Девушки отдыхают 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 есть определенная эффективность. Но то, что она контрится настолько легко и настолько дешево, ну, пока не вызывает доверия, и я не уверен, что в самое ближайшее время найдутся какие-то супер-мега-топ-колоды, в которых она приживется. Опять же, это первый день, первые часы испытания. Говорить 100% нельзя, но так же, как, например, Ночная ведьма, Электромаг или Мега-рыцарь прижиться в первый день в топовых колодах, ну, Леточки просто не суждено. Ну, и с другой стороны, конечно, ее редкость, это просто редкая карта, это не легендарная карта, поэтому, что уж тут, типа, загадывать и ставить ей, ну, что вот она, мол, будет такая супер-популярная. Конечно же, огромный плюс это 6 клеток. Стрельба на 6 клеток, это, поверьте, очень топово. Плюс ее скорость, ну, быстрее, чем у Мега-миньона, поэтому в чем-то ее плюсы прям очень сильно очевидны. Но то, что ее убивает, как минимум, фаербол, это абсолютно не топово. Если разрабы добавят ей немножечко ХП, эта карта может стать прям даже супер-мега-имбовой. Но пока имеем то, что имеем. Напишите свои впечатления о Леточке в комментариях. Я очень сильно хочу почитать. Правы ли топы, да, правы ли бустеры, когда говорят, что Леточка донная карта, нихера не крутая, и на данный момент еще никто не приспособил ее ни в какие топовые колоды. Пишите, буду читать, мне очень интересно. С вами был Ауром, участвуйте в конкурсе, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачки, ребят!